Логачёв, Николай, здравствуйте. Сколько мирных жителей пока остаются в Дебальцево и многие ли из них намерены покинуть город? Ольга, здравствуйте. Точное количество гражданских людей, находящихся в Дебальцево, на данный момент неизвестно. До начала активных вооружённых действий там проживало 25 тысяч человек. Плюс туда же съезжались люди из близлежащих посёлков, которые оказывались в зоне поражения. Но точную цифру сейчас никто не скажет, поскольку люди из Дебальцево самостоятельно в течение длительного времени выезжали. Хотя накануне было известно о том, что покидать город украинские силовики людям запретили. Но тем не менее, учитывая положение, учитывая то, что уже в самом городе фактически велись городские бои, руководство армии ДНР обратилось к украинским военным с предложением провести гуманитарную операцию по спасению мирного населения. Такой опыт у ополченцев уже был. Накануне эвакуировали людей из Углегорска. Там украинские силовики гуманитарного коридора не давали. Но вот на данный момент по поводу Дебальцево договориться удалось. И автобусы будут отправлять людей, которые контролируются украинскими силовиками, в сторону ополчения. Люди сами будут выбирать, в каком направлении им двигаться. Вот что об этом сказал представитель армии ДНР Эдуард Басурин. Вот его слова. Команда Невооруженных Сил ДНР предложила руководству украинских войск полностью прекратить ведение боевых действий с 9 утра 6 февраля, чтобы создать коридор Дебальцево, по которому мирные жители смогут безопасно покинуть город. Руководство украинскими войсками приняло данное предложение армии ДНР и подтвердило готовность прекращения огня 6 февраля. В настоящее время ДНР осуществляется подготовка автобусов и автомобилей для вывоза, начиная с 11 утра жители Дебальцево по гуманитарному коридору в Горловку и Артемовск. Николай, а что в эти минуты продолжаются ли обстрелы, как прошла ночь, вот по многочисленным сообщениям украинская армия снова бомбит города Донбасса. В течение ночи действительно были массированы артиллерийские удары и по Донецку, и по Горловке, и по Докучаевску, и по другим населенным пунктам, которые располагаются вдоль линии фронта и попадают в зону поражения украинской артиллерии. Но вот на утро, примерно в 9 часов утра, на самом опасном направлении, где идутся интенсивные бои вокруг Дебальцево, украинская артиллерия действительно прекратила обстрелы и, по всей видимости, эвакуация сейчас возможна тех гражданских людей, которые в Дебальцево находятся. Но вот по Донецку обстрелы не прекращаются. И сейчас мы несколько минут назад буквально слышали несколько мощных взрывов на территории города. Вот что об этом говорят представители ДНР, о том, насколько интенсивно в течение суток обстреливали города Донбасса. За минувшие сутки было зафиксировано 55 нарушений. Пострадавшие мирные жители во время этих обстрелов убитыми два человека, ранено 9. Украинская армия использует и зажигательные снаряды. Но вот по словам представителей армии ДНР, сегодня ночью в небе и над Донецком видели яркое свечение. Но вот в этом случае это были не зажигательные снаряды, а осветительные ракеты, которые использовали ополченцы для того, чтобы осветить окраины Донецка, где нет электрического света. И этой ночью действовали террористические диверсионные группы. Вот для их поимки эти осветительные ракеты и использовались. В данном случае речь о фосфорных зарядах не идет. Но тем не менее обстрелы со стороны украинской армии на нескольких участках продолжаются и сейчас. В районе Дебальцево сейчас проводится эвакуация гражданского населения. И там относительная затишься. Ольга. Спасибо, Николай. В зоне боев, из которой началась эвакуация мирного населения работает наш корреспондент Николай Долгачев.